Ребят, всем привет! Наконец-то стартовал заказ фирменной формы Skate and Classic. Я уже начал прием заявок, а сейчас решил записать это видео на YouTube для того, чтобы показать вам форму в ближайшем рассмотрении, рассказать, как пользоваться размерной таблицей и пояснить, как будет происходить прием заказов и оплаты. Что ж, приступим. Данная форма выпускается российским производителем N1. Я не буду вам говорить о том, что это самая крутая и самая офигенная форма в мире, но по соотношению цена-качество за те деньги, которые она стоит, это однозначно топ, потому что штаны плюс куртка стоит семь с половиной тысяч, жилетка стоит три тысячи, баф стоит 600 рублей, а гоночный комбез стоит пять тысяч. Наверняка из вас многие хотят мне сказать, Саня, где ты был в начале зимы, когда я хотел заказать? Ребят, я все так и хотел сделать, но иногда по независимым от меня причинам так не получается. Зато мы довели форму до ума и сейчас она выглядит именно в том варианте, в каком я хотел бы ее видеть. К тому же, поверьте мне, летние месяцы пролетают очень быстро, поэтому оптимальным вариантом будет сделать заказ формы именно сейчас, через месяц получить ее, чтобы к следующей зиме вы были во все оружие. Итак, как будет происходить прием заказа? Вы связывайтесь со мной, я оставлю свои контакты в описании под этим видео и я высылаю вам размерную таблицу. После того, как вы определились с размерами, высылаете мне все это обратно. После этого вносите предоплату 50 процентов и ваш заказ и предоплату я отправляю производителю. После этого он отшивает заказ, он поступает мне, оплачиваете вторую часть и форма уезжает к вам. На изготовление формы производитель берет себе две недели. Важный момент, я не могу отправить производителю всего один заказ. Мне нужно набрать минимум 10 комплектов, то есть минимум 10 штанов, 10 курток, 10 гоночных комбезов. То есть, как только мы набрали такое количество, я все это отправляю в производство. Это произойдет довольно быстро, потому что у меня уже сейчас больше десяти заявок по разминкам. Ну и комбезы там уже на подходе. Так что ждать долго не придется. Теперь давайте поговорим о размерах. Для того, чтобы определиться с размером, у нас с вами есть четыре основных параметра. Это обхват груди, обхват талии, обхват бедер. Бедра это вот здесь вот по попе в самом широком месте. И четвертый параметр это рост. Вы смотрите, какой из этих параметров у вас максимальный, это и будет ваш размер. Плюс с учетом роста. Также все мы с вами разные и вполне нормально, что у вас низ и вверх могут быть от разных размеров. Ничего страшного, можно заказывать штаны одного размера, а куртку и жилетку другого. Точно такая же ситуация и с гоночным комбинезоном. Что ж, с заказом, размерами определились. Теперь давайте покажу вам форму поближе. Начнем с разминочной куртки. Даже не с разминочной куртки, а начнем с дизайна. Дизайн разминочного комбеза выполнен в графичном черно-белом варианте. Других вариантов не предусмотрено. Почему именно так? Потому что этот вариант идеально смотрится именно в черно-белом цвете. Если сейчас его сделать красным, синим, зеленым, это все уже будет абсолютно не то. А так прямо классика. К тому же черный цвет хорошо стройнит и он подойдет всем и мужчинам и женщинам. По дизайну возможно три варианта. Вот здесь вот на груди можно заказать надпись Skate and Classic. Вы можете заказать вариант, когда у вас вместо надписи просто логотип. И вы можете заказать вариант, когда у вас просто черный вариант. То есть здесь у вас ничего нету. у вас грудь черная, а вот здесь остается этот графичный рисунок. Вариант, когда у вас вот здесь вот логотип, сейчас я покажу, он у меня присутствует на жилетке. Если хотите, вы можете также сделать, например, куртку выполнить с надписью, а жилетку выполнить с логотипом. Ну или вот так будет смотреться. Я сейчас закрыл микрофон и вам, наверное, было меня не очень слышно. Отложим пока жилетку в сторону, потому что она выполнена точно так же, как куртка, только без рукавов. Кстати, жилетку будет хорошо надеть в случае мороза, чтобы утеплиться. Рассматривая куртку дальше. Сама куртка выполнена из материала softshell. Если конкретно, то он называется винблок рестоп. Особенность ее в том, что и грудь, и спина выполнены из непродуваемого материала. Потому что, когда вы покупаете куртки от европейских производителей, то у них вот здесь вот на спине, как правило, все выполнено из вентиляции. И поэтому нашей российской зимой спина на спусках, да и просто на ветру, неимоверно мерзнет. Здесь этот вопрос решен. Вентиляция присутствует только на внутренней стороне рукава и вот здесь вот сбоку. Я уже месяца полтора тестирую эту разминку, и поверьте, такого количества вентиляции хватает за глаза. Вы наверняка заметили, что здесь есть такой элемент. Красная планка смотрится стильно. Красный элемент точно также у нас добавлен на внутренностях кармана. Кому надо, тот знает. Обращу ваше внимание, что рукав, он выполнен не просто вот так вот прямо обрезанный, а он немного удлиненный и с закруглением, которое элегантно накрывает вашу ладонь, при этом дополнительно защищает от ветра. Красиво и практично. Здесь у нас с вами имеется дополнительная утяжка. Помимо этого сзади резинка с силиконовой вставкой, которая призвана для того служить, чтобы у вас все это не ездило, а надежно держалась на попе и защищала вас от воздействия ветра. Перейдем к рассмотрению штанов. Штаны без лямок. Это классические спортивные штаны. Опять же черный цвет. Я хотел сделать такие штаны, чтобы их можно было использовать не только как лыжный костюм, но и для того, чтобы в них можно было отправиться в холодную погоду на пробежку, ездить на велике, ну и использовать во все оружие. На внутренностях кармана точно также у нас имеются красные вставочки и на штанах молния доходит не до верху, а вот до этого места. Такой длины молнии достаточно для того, чтобы при необходимости сбросить штаны перед стартом, не снимая лыжных ботинок, а благодаря тому, что молния вот здесь вот отсутствует, она у вас не будет тереть вам сбоку. Ну и плюс, когда молния доходит наверху, до верха она здесь получается нагруженная и быстро выходит из строя. Такое решение более комфортное и более практичное. Точно также на штанах у нас присутствует красная планка, за которой вы видите мою волосатую ногу. Вот немножечко добавлю и расстегну до верха, чтобы вы посмотрели. По штанам передняя часть точно также выполнена из материала винблок рестоп. Это волосы моего кота, они присутствуют везде в нашем доме, а задняя часть она дышащая. Ну это классическое решение для всех спортивных штанов и лыжных. Обращу ваше внимание на колено. На колене присутствует такой крой, который присутствует на многих лыжных и спортивных штанах. Это элемент такой вентиляции с одной стороны, с другой стороны он позволяет быть колену более свободным в движении. Вот эта такая серая, серебристая вставка, она светоотражающая, поэтому в ночи вас будет заметно издалека. Еще хочу добавить такой момент. Здесь сейчас выполнили логотип и на мой взгляд он показался, мне кажется, слишком большим. Поэтому в серию мы запустим логотип, который будет в два раза меньше. Так все это будет выглядеть более стильно. Что ж, штаны я вам показал, куртку показал. Давайте повернусь, покажу ее со спины. Ну и на примере жилетки покажу вам, как выглядит материал винтблок рестоп. Рестоп это означает то, что у нас он с таким квадратным узором. Видимо он бывает еще в каких-то других вариантов. Здесь вы видите силиконовую резинку на нижней части. Ну и утяжка. Что ж, разобрались. Теперь хочу сказать пару слов про бафф. Бафф имеет классический паттерн Skate & Classic. И суть перформанса в том, что одна часть выполнена белой, а другая черной. Поэтому, когда вы сложите его пополам, то вы можете подобрать его себе под любой вариант наряда. Смотрится зачетно. С этим трудно не согласиться. Все, со всем этим разобрались. Теперь перейдем к рассмотрению гоночного комбеза. Я сейчас надел гоночный комбез и вспомнил, что забыл рассказать вам про температурный режим. Итак, если на улице до минус 10, минус 12 градусов, то тонкое термобелье и сверху разминочный костюм вам будет комфортно. Если же на улице холоднее, то здесь все уже будет зависеть от того, насколько вы мерзлявый. Кстати, в более сильный мороз можно утеплиться благодаря жилетке. А теперь перейдем к рассмотрению гоночного комбеза. Если разминка выполнена в стильном и сдержанном дизайне, то гоночный комбез в противовес ему выполнен в заметном стиле. Поэтому, если вы из тех, кто любит передвигаться по трассе незамеченным, то это однозначно не ваш вариант. Потому что даже в темноте из 300 метров его видно издалека, как прожектор перестройки. Хочу отметить, что я уже стирал его раз 5-6. Вы видите, что цвета не выгорают, не вытираются. Так что с качеством покраски проблем нет. Сразу же отвечаю на вопрос. Некоторые спрашивали, а есть ли здесь какие-то уплотнения, утепления в области локтей и коленей? Нет, ребят, здесь ничего этого нет, потому что это комбез за 5000 рублей. И он полностью соответствует своей стоимости. Если вы хотите какие-то более крутые варианты вставок, то стоимость таких комбезов приближается к 20000 рублей. Я прекрасно понимаю, что за такие деньги покупать его никто не будет. Здесь у нас резинка выполнена уже в классическом для формы Skating Classic красном варианте. Здесь у нас красный шнурочек. Вот могу повернуться, чтобы вы посмотрели, как все это сидит. Вот так. Что ж, я вам все показал. Если у вас какие-то вопросы остались по форме, по заказу, пишите в комментарии, я всем отвечу. Свои контакты я оставлю в описании под этим видео. А прямо сейчас я быстро монтирую это видео и отправляюсь на Деминский марафон. До встречи в Демино уже завтра. Пока. Кстати, несмотря на то, что, казалось бы, разминка и гоночный комбез выполнены в разном дизайне, когда надеваешь их вместе, видно, что все это сделано в едином стиле. Спасибо.